Друзья, всем привет! Пришла мне посылка. Тот, кто подписан на инстаграм, наверное, уже знает. О! Гигантская! Это станина для станка. ЧПУ. Давайте распечатать. Я, конечно, не буду показывать, как я клеенку кромсаю. Сам за кадром быстренько распечатаю и покажу, что здесь. Здрасте! Сразу же хочу отметить шикарную инструкцию. Цветная. Первый раз вижу, чтобы китайцы до такой степени относились хорошо к своей продукции. Перечень элементов составных. Процесс сборки. Все очень наглядно. Как подключать. Все есть. Если бы еще на русском языке, вообще бы цены не было. Но не на китайском, это уже хорошо. На инглише. Направляющие и два ходовых винта. Направляющие диаметр 12. 12 мм. Рабочий стол алюминиевый. Т-пазы присутствуют для закрепления деталей. По весу легковат, конечно. Жаль, не сталь. Но ничего. Алюминий значит алюминий. Детали корпуса боковые. Это, судя по всему, верх. Вот тут уже, конечно, вес чувствуется. Достаточно увесистая штука. Может, кому интересно будет. 10. 10 мм. Еще элементы корпуса. Также с т-пазами. Ось Z уже в сборе. Люфтов нет вообще. Ну, по крайней мере, рука не чувствует. Пока что я не могу понять, почему этот ходовой винт в воздухе может так и должно быть. Ничего, я попозже разберемся. Два кронштейна. и целая куча линейных подшипников. Отмечу, каждый упакован в целлофан. Нравится мне такой подход, если честно. Очень сильно. Кронштейн для крепления шпинделя. Замечу, что алюминиевый. То есть, не пластмассовый, не напечатанный на 3D принтере. Качество довольно неплохое. Ну, по крайней мере, не зазубрин, ничего я не вижу. Целая куча винтов всевозможных. Под шестигранник в основном. А также ножки, ключики есть. Интересно, для чего таких гаек-то здесь нет. Для чего-то ныне. Несомненно, приятной неожиданностью является комплектация вот такой кисточкой. Искусственная. И флешечка на 4 гигабайта. Наверное, здесь драйвера. Почему не на 8? Лучше бы на 8 положили. Соберем нижнюю часть. Вы уж извините за фон. Стол грязный. Не отмывается. Нужно что-то думать со столешницей. Устанавливаем два подшипника. Ходовой винт. пружину и гайку. Привод ходового винта производится шаговым двигателем, который соединяется с этим самым ходовым винтом посредством разрезной втулки. Заглушка декоративная. Непростая. Прямо готовая ручка для переменного резистора. Интересно, зачем здесь деление? Для чего-то же нужно? То есть, отметка имею ввиду. Фиг его знает. Это, наверное, чтобы вручную можно было столик туда-сюда подкрутить. Точно. для установки столика наживляем закладные гайки. Полностью не затягиваем, а немного наживляем. Но это согласно инструкции. Опыта в сборке у меня пока особо нет. Это не тот винт короткий. вот так вот. Верхнюю часть соберем направлялки. Ози Зет. Ну и устанавливаем все это вот сюда. Практически закончили. Осталось установить кронштейн, с помощью которого будет закрепляться шпиндель. Все. Монтажные мероприятия окончены. Сборочные точнее. Выглядит все это дело вот таким образом. Что могу сказать? Первое так сказать впечатление. Люфт отсутствует полностью. Ну по крайней мере пока что. Пока так сказать он не запущен. что по оси Зет, что столик. Все достаточно жестко. Что не понравилось? Не понравились вот эти вот алюминиевые разрезные втулки. Чуть чуть перетянешь и все. Резьба срывается на алюминий. возьмешь? Я одну сорвал. Пришлось рассверливать немного отверстия и нарезать резьбу М4. Таким образом вышел из положения. Поэтому если кто будет собирать обратите на это внимание. Сильно не затягивайте. Также что еще мне кажется так бы было бы лучше? Было бы хорошо комплектовать помимо простых шайб еще и шайб мегровера. Я впоследствии закуплюсь и обязательно так сказать усовершенствую. Кроме того осталась целая куча винтов. Молодец продавец. Молодец продавец. Запас есть. Ключики. Ключики отдельная тема. Четыре раза закрутил все слизывается нахрен. То есть одноразовый. Хорошо что у меня были свои. О, вот такой друг товарищ коллега и брат получился у нас. Заняло времени достаточно много. Устал я окипчела. Я вам скажу. Получается в 6 часов я начал его собирать и закончил сейчас в 3 часа ночи. Представьте. Конечно это еще не конец. Еще необходимо приобрести шпиндель а также один шаговый двигатель а также плату управления ну и лазер я наверное куплю все таки. Вот. И мы закончим. Что хочу отметить. Конечно же можно было купить более дешевый вариант. Там где половина деталей пластмассы. По сути там все пластмасса. Но я решил честно вам признаться не экономить. Ибо инструмент экономии не терпит. Я уже когда-то так обжегся со сверленным станком. Конечно он выручает. Лучше чем дрель. Спору нет. Тем не менее точности у него практически никакой. В общем станочек такой посредственный. И опять же я сэкономил. Хотя бы ли деньги мог бы приобрести нечто получше. Здесь решил пойти иным путем. Штука пока что мне нравится. А там посмотрим. Пойду я спать. Я тоже устал. Сильно 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 пока. До новых встреч. Жму руку. Но посарам. Всего хорошего. Успехов. Удачи.